Здесь ресепшн, тут охранник. Технамон здесь, да? То есть это все нормально, крышу перекрыли еще тогда. Руководитель подрядной организации Роман Кирюшин и начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов докладывают мэру Сочи о ремонте дополнительных помещений дома молодежи. В них планируют разместить волонтерский центр, каворкинг, спортзал. Когда это все заработает, это будет большая системная работа для молодежи, это уже настоящее молодежное пространство. Успеете все, Сергей, все сделаем, восстановленные строки, все поручения будут выполнены. Уже во время рабочего совещания по подведению итогов работы управления Сергей Черемшанов докладывает, что появление собственного дома у молодых и активных стало главным событием, уходящим в 2022 году. Дом молодежи открылся, мы наполнили его различными активностями. К нам приходит молодежь, эти пространства ожили, зажили. Здесь проводят различные тренинги на командообразование, на лидерство, на умение работать в команде. Тут ребята могут научиться писать проекты, проводятся различные творческие мастерские, мастер-классы по брейк-дансу, йога у нас чуть ли не каждый день проходит в Доме молодежи. Молодцы, упражнения выполнены. Эти 600 квадратных метров с каждым днём собирают всё больше сочинской молодёжи. Начиная с июня здесь прошло 800 мероприятий с участием 20 тысяч человек. Добровольчество остаётся одним из основных направлений молодёжной политики на курорте. В 2022 году сочинские волонтёры-медики признаны лучшими в России. Активно поддерживают в Сочи развитие физкультуры и спорта, в том числе экстремального. Сотни молодых атлетов принимают участие в турнирах и фестивалях. Для реализации потенциала молодёжи мы организовали и проводили мероприятия спортивной и патриотической направленности. Около 430 мероприятий с общим охватом 317 тысяч человек. Молодёжь у нас достаточно активная. Если сравнивать с прошлым годом, то количество мероприятий увеличивается вдвое и охват мероприятий соответственно. Если в том году у нас было 64 тысяч уникальных участников, то в этом году более 113 тысяч. А киберволонтёры мониторят интернет и выявляют опасные ресурсы, которые содержат материалы экстремистской направленности. 40 человек принимают участие в работе молодёжного патруля. По их рекомендации было заблокировано 97 ссылок, предположительно, про наркотической и экстремистской направленности. А также закрашено более 2200 рекламных объявлений о продаже наркотиков. В год экологии сочинская молодёжь активно участвовала в природоохранных акциях. Самыми популярными стали проекты «Очистим планету от мусора» и «Эко Сочи». Сочи молодёжный год достаточно прошёл активно. Ещё и на улице активная творческая жизнь, спортивная жизнь у нас в парке «Ривьера». Очень часто ребята занимаются спортом самостоятельно. Интеллектуальные различные игры, занимаются школой вожатства. Глава Сочи Алексей Копайгородский рекомендовал в работе с молодёжью ориентироваться на её запросы и пожелания. Самое главное, чтобы мы слышали, что говорит молодёжь, какие задачи она ставит, что молодёжи интересно. Различные субкультуры, направления, организации, к которым нужно относиться очень трепетно. И по их всех пожеланиям, поручениям нужно всё максимально отрабатывать. Так в рабочий план на следующий год по рекомендациям молодёжных активистов внесены фестиваль уличных культур, спортивные турниры. А в конце 2022 года будут определены лидеры конкурса на соискание специальной именной премии главы города Сочи. Победители получат по 100 тысяч рублей.